Особое мнение на 101FM Путин предложил усилить роль Госсовета, губернаторов, расширить полномочия Госдумы при назначении премьера-министра и Кабмина, расширить и укрепить полномочия органов местного самоуправления, наделить Конституцию приоритетом над международным правом. Ограничить полномочия президента, ограничить срок его нахождения на своем посту. То есть теперь у нас президент будет находиться не два срока подряд, а просто два срока вообще. К чему все эти изменения приведут? Хорошо это или плохо для нас, для государства? Как это все отразится на нашей жизни? Думаю, когда речь идет о поправках Конституции, то хорошо или плохо, это вопрос среднесрочной перспективы. Потому что Конституция это основы основ нашей политической, экономической, социальной, культурной жизни. Поэтому, думаю, любые оценки сейчас будут заведомо такими неточными, где-то популистскими и субъективными. Понятно, в общем-то, реакция политического сообщества, в целом граждан России на вот это событие. Потому что, если мы взглянем ретроспективно, то такого пакетища поправок к основному закону страны не было. Да, поправки шли в части состава субъекта федерации, в части срока полномочий Госдумы президента. А вот так, чтобы вот куча поправок, там они только президентские занимают 21 страницу в законодательной инициативе президента. Вот такого, конечно, не было. Вот, но если вдуматься, вчитаться и по отдельности, и вот в системе, да, за деревьями, то есть за отдельными поправками увидеть лес, вот, то мы увидим, что, ну, не произошло никакой революции, да, и, ну, какой-то коренной ломки, вот. Есть некоторые изменения, не скажу, что косметические, но, скажем так, не меняющие радикально основы сновки. А как же ограничение полномочий президента? Ну, вот, знаете, вчера вот мы в стенах Вятского госуниверситета встречались с депутатом Госдумы, частично нашим земляком, внуком Вячеслава Молотова, Михаиловича Молотова, господином Никоновым. Вот, ну, и вот, скажем так, полностью его выступление передавать, естественно, не буду, но вот в основной мысли я, пожалуй, с ним скорее согласен, да, что те поправки президентские, которые были внесены, они либо, а, напрашивались очень давно, чуть ли не с 93-го года, когда принималась Конституция, вот, либо они фиксируют то, что, ну, то, что по факту есть, или к чему мы очень близки. Ну, правда, скорее, может быть, в части социалки, вот, государство докрутило такие недавно минимальную оплату труда до прожиточного минимума, и опа, зафиксировали, собираются. Вот, ну, если от социалки отойти и снова взглянуть на политические изменения, то, собственно, у нас территориальное устройство, форма правления, ключевые органы власти, их, ну, назовем так, табель о рангах, остались без сверхзначимых изменений. Да, некоторые дополнительные красивые полномочия там получили, получила Госдума по формированию правительства и Софет по согласованию кандидатуру в силовые министры. Вот, ну, мы же не стали парламентской республики. В общем-то, президент Путин об этом сразу в послании федеральному собранию сказал, мол, парламентской республики у нас не будет, мол, это не для России. Ну, послал был примерно такой, вот, ну, тут я бы сказал, позволю себе прокомментировать, так, с моей субъективной точки зрения из всех форм правления, именно парламентская республика в таком идеальном вакууме, она самая лучшая, вот, но мы тут вынуждены действительно учитывать исторический контекст, ментальный контекст, особенности всего нашего развития на протяжении веков. Вот, может быть, Россия когда-нибудь, ну, через энное количество десятилетий дойдет именно до парламентской республики. Ну, правда, это процесс очень небыстрый, и что-то мне подсказывает, что вот вы, я это, возможно, и уже не застанем, или застанем в каком-нибудь очень почтенном возрасте. Вот вы сказали про парламентскую республику, я хочу сразу задать вопрос еще про одну поправку. Ну, рабочая группа, один из членов этой рабочей группы предлагает ввести ответственность для главы государства за нарушение Конституции. Там присяги, других законов, пока непонятно, какая это будет ответственность, там, административная, уголовная, какая-то иная. Что, штраф тысяча рублей. Но, тем не менее, да, вот не путь ли это вот к той самой парламентской республике? Ну, я бы сказал так, ключевой момент все-таки это исключительно в парламентской республике, это исключительно парламентская ответственность правительства, где президент там просто вот пробегал где-то на заднем фоне, просто формально визируя какие-то бумаги, да, вот. Что касается ответственности президента, ну, знаете, у нас с 93-го года есть институт импичмента, вот, который де-факто, в общем-то, за то, вот, за то, что предлагается, за нарушение Конституции и законов Российской Федерации. Вот, ну, скажем так, поэтому, с точки зрения политолога, тут вот, по-моему, шило на мыло. Вот, возможно, бы юристы, конституционные юристы со мной бы тут не согласились. Вот, ну, будет некое дополнение вот к этому уже имеющемуся институту, который у нас не действовал, хотя попытки 20 лет назад были в отношении Ельцина, досрочного отрешения президента от должности. Ну, это если примут поправку, ведь могут еще и не принять. Конечно, что все-таки нет президента исходит, а это, знаете, уже много говорит о возможной судьбе поправки. Ну, вот вы сказали, что Конституция, что многие поправки Конституции напрашивались давно, некоторые там, вплоть до 93-го года. Неужели наша сегодняшняя Конституция, она не соответствует, вот, настолько не соответствует современным реалиям? Ну, смотрите, да, смотреть так, более фундаментально, обобщенно, да, право, Конституция, это часть права, вот, это фиксация на бумаге, в первую очередь, существующих общественных отношений. Вот, и всегда в любой стране, и не только в России, и матушке, общественные отношения, там, политические, экономические, трудовые и так далее, они где-то на шаг, на полшага опережают развитие права. Ну, вот, оно есть, это, считаете, закон жизни. Вот, поэтому, скажем так, письменная Конституция, вот этот самый документ, принятый в 93-м году, являющийся основным законом Российской Федерации, вот, она обречена, я бы так сказал, вот на эти самые полшага, назовем так, отставать от Конституции, назовем так, жизненной, реальной. То есть, тот свод правил правового характера, политического, традиций, обычаев, менталитета, стереотипов, поведения, деятельности, элиты, народа, вот, которые регулируют нашу жизнь. Вот, поэтому, ну, сказать, что, знаете, если бы наша Конституция настолько бы устарела, тогда бы Владимир Путин ставил бы вопрос о созыве Конституционного собрания, референдуме, вот, а не о голосовании, там, по 3, 4, 5, 6 главам Конституции, вот, это был бы принципиально новый документ. Вы сами сказали, что у нас такое количество поправок, такое огромное количество поправок, ну, разве это не можно приравнять к принятию новой Конституции? Ну, смотрите, и, вот, допустим, я бы понял, у нас была новая Конституция, если бы у нас вместо двухпалатного парламента, так, к примеру говорю, стал бы однопалатный парламент, или бы вместо федеративного государства, ну, со своей спецификой, все-таки мы достаточно централизованная федерация последняя, будем считать, 20 лет, вот, стал бы, бац, унитарная республика, вот, без всяких оговорок. Вот это действительно новая Конституция, новая форма правления, новая форма территориального устройства государства. Вот, у нас, собственно, перечень органов власти почти не меняется, но плюс дополняется Госсовет, и то Госсовет даже и после выступления президента, и после внесения поправок, это один большой знак вопроса для меня. Ну, хорошо, да, орган представительства губернаторов, что это будет конкретно, что это будет? Третье правительство, то есть после основной администрации президента, Третья палата парламента, какой-то надзирающий орган, скажем так. Пока это непонятно, да, пока у меня нет информации? Да, вот, понимаете, вот это, пожалуй, наверное, самый смущающий момент лично меня в разделе политических поправок, предложенных президентом. Вот, потому что, ну, все-таки, да, если рассматривать 20-летнюю почти историю Госсовета, все-таки это совещательный орган, да, не законодательный, а совещательный. А если мы попробуем спрограммизировать, каким могут быть поправки и какая, все-таки, перспектива будет у Госсовета? Какие полномочия могут ему дать? И насколько они будут масштабными, и насколько они будут весомыми? Вот, ну, что-то пока, учитывая вот сам текст президентских поправок, похоже на то, что самое вкусное и интересное будет не на конституционном уровне, а на законодательном. Ну, возможно, примут после утверждения вот этих поправок федеральный конституционный закон о Государственном Совете Российской Федерации. То есть это то, что уже не будет требовать там общероссийского голосования, это то, что будет приниматься уже какими-то чиновниками, может быть, депутатами? В соответствии со стандартной процедурой для глав, которые не первая, не вторая, не девятая. Вот. И думаю, там ясность все равно наступит уже в этом году. Думаю, возможно, не позже июня. Политолог Дмитрий Ильин у нас сегодня в эфире. Я в начале эфира забыла сказать, что у нас есть номер телефона, по которому вы можете задавать свои вопросы. Номер телефона 8 909 720 101 и 0. Пишите сообщение, они будут приходить к нам в Вайбер. Я их, гостю нашему, зачитаю. Еще раз повторю номер. 8 909 720 101 и 0. А мы переходим к другой поправке. Она, на мой взгляд, достаточно спорная. Касается религии. Было предложено, у нас, я напомню, что в нашей конституции установлено, что ни одна религия не может быть государственной. При этом есть одно из предложений сделать православие государственной религией. Но мы, кроме, там наша страна, кроме того, что она многонациональная, она еще и мультирелигиозная. У нас есть и ислам, и буддизм, есть этнические религии, есть атеисты и так далее. Вот как эта поправка будет реализована, будет ли нужна она или не нужна, как вы считаете? Не нужна на все 146%. Тут что-то менять, по-моему, бессмысленно и даже опасно. Вы сказали, у нас многоконфессиональное общество историческое со времен Киевской Руси. И если мы фиксируем какую-то особенную роль православия, это, ну, как минимум, допустим, мина замедленного действия под регионы, где доминирует ислам. В том числе Северный Кавказ, который мы 20 лет утихомиривали ценой и крови, и огромных финансовых вливаний. Мягко говоря, это, на мой взгляд, не очень умное предложение. И, в принципе, понятно, вопрос о статусе религии, он все равно выводит у нас на то, что затрагивал президент, о наличии или отсутствии у нас официальной государственной идеологии. Вот такая просто бесконечная сказка про белого бычка, вот минимум с 93-го года, когда был зафиксирован идеологический плюрализм. Вот. И вот эта история, эта Санта-Барбара политическая, она, видимо, будет обречена на продолжение, вот. Потому что, как показал 25-летний, там, более чем 25-летний опыт развития российской государственности, совсем без идеологии сложно. Вот. С другой стороны, вот то, что предлагается президентом, как основа государственной идеологии, патриотизм, это, ну, назовем так, слишком многогранный, многолико, и, я уж скажу так, неопределенно. Да, потому что патриотизм, он у всех свой. У французов, американцев, немцев, австралийцев, российской политической нации, да, потому что планируется в преамбуле, насколько я знаю, еще зафиксировать такое понятие, как российская нация. И статус державы-победительницы тоже, кстати, предлагается. Предлагается, ну, скажем так, такой вопрос неоднозначный, но тут я скорее поддержу. Нет, если мы говорим о патриотизме, как о национальной идеологии, то почему бы вот как раз статус державы-победительницы во Второй мировой войне, почему бы не закрепить? Кажется, что это логично. Это и логично, и обоснованно, и, в общем-то, мы действительно народ-победитель в самой страшной кровавой войне, которая только видела человечество в своей истории. И тут нам есть чем гордиться, и мы обязаны это помнить и этим гордиться. Правда, формы гордости, они могут быть разные, это уже вопрос, наверное, я бы сказал, даже целой отдельной передачи, то и нескольких, вот, историческая память. И я думаю, к этому еще будут и СМИ, и радиостанции обращаться ближе к юбилею. Потому что такая тема очень важная. Историческая память, вот. И насчет патриотизма, ну, скажу так, у нас очевидно есть закономерный перекос при формировании патриотизма. Она действительно формируется и развивается, начиная со школы. Вот. Во-первых, исключительно в военную сферу. Вот. И в этой военной сфере исключительно в Великую Отечественную войну. Понятно. Понятно. Потому что вот это историческое событие, оно еще относительно свежо в памяти. В отличие, к примеру, от Отечественной войны 1812 года. Да, вот. Потому что для подавляющего большинства граждан России это вот просто учебники, ну, страница учебника истории. Ну, и может какая-нибудь там экспозиция в местном музее. Да, там с мундирами и орденами. Все. Да. А вот Великая Отечественная война — это наши еще деды и прадеды, которых мы еще знали. Там вы, я, там кто-то другой. Вот. Это фотографии. Это другие формы исторической памяти. Вот. То есть, по-хорошему, патриотизм — это не только Великая Отечественная война. Это многое другое. Вот. И даже, наверное, скажу противоречивую фразу, и даже профуканная прах Крымская война середины 19 века вот тоже может нести в себе элементы патриотизма. Да. Потому что настоящий, хороший, здоровый патриотизм, да, это не просто «Ура! Мы всех победили и всем по шее надавали». Да. Вот. Это порой несколько более сложные для понимания, для восприятия вещи, но которые тоже воспитывают у человека любовь к своей стране и гордость за свою страну. Дмитрий, давайте мы к другой поправке перейдем. Еще одному предложению. Хочу узнать, как вы его оцениваете. Было предложено переименовать должность президента в верховного правителя. Помнится, у нас был уже в истории России... Мне просто интересно, не будет ли это к вождизму. Это и путь к вождизму, ну и вообще, думаю, высшие руководители государства, включая президента, думаю, сделают все, чтобы вот именно это словосочетание у нас нигде не появилось. Как-то вот у нас как раз где-то тут юбилей. Один верховный правитель России как раз сто лет назад под Иркутском свою жизнь закончил с несколькими пулями в груди, в проруби. Вот Колчаком звали, верховный правитель России. Так что, я думаю, после этого исторического прецедента ни один другой, скажем так, лидер нашего государства уж такой-то титул просто не будет брать на себя. Понятно. Давайте еще один вопрос о сути поправок и перейдем уже к процессу их принятия. Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство для судей, для депутатов Государственной Думы, для руководителей федеральных органов власти, сенаторов, главсубъектов и так далее. Вопрос, зачем? Зачем это делать в Конституции, если у нас это закреплено отдельными федеральными законами, как для кандидатов в губернаторы, так и для депутатов Государственной Думы? Зачем это выносить в какую-то отдельную норму? Ну, вопрос как раз именно не юридический, потому что нормы такие есть, действительно, а политический. Ну, опять же, вот мы говорили сейчас про патриотизм, вот, но я бы сказал такой месседж не только населению, но элитам России, что, ребят, патриотизм должен быть не только на словах, но и на деле. Да, потому что, ну, скажем так, россияне могли в последние годы неоднократно видеть, что человек вещает про патриотизм на каком-то даже канале федеральном вечером, а утром он летит куда-нибудь на виллу в Италию. Вот, и может быть, там у него там уже вид на жительство есть. Понятно, это, я привел пример, там, из числа журналистов, думаю, даже кто-то догадался про кого я. Вот, ну, журналисты федеральных каналов, это тоже, по сути дела, политическая элита России. Вот, понятно, что уже тут ограничения для журналистов не ввести, потому что это уже будет за гранью, пожалуй, правового статуса гражданина Российской Федерации, это уже вторая глава. Вот, ну, вот эти нововведения по двойному гражданству и виду на жительство, это, скажем так, такое дополнительное подчеркивание, даже не юридическое, сколько политическое, что, ребята, если вы судья, депутат, губернатор, президент, вот, то вы несете особую ответственность за судьбу России, за жизнь, благополучие ее граждан, и давайте-ка, ребят, устраним конфликт интересов. То есть это посыл? Это посыл. Элл элитам? Думаю, в первую очередь элитам. Ну, понятно, что все равно мы любые события уже не первый месяц воспринимаем в контексте 2024 года, поэтому это такой посыл и гражданам, избирателям. Вот, но вот в разряде здесь и сейчас это, в первую очередь, вот намек элитам, что, ну, ребята, давайте без конфликта интересов, да, уж если вы правите Россией, там, уже мы выносим за скобки, хорошо, плохо, эффективно, нет, вот, ну, вот, давайте вот вы именно представляете интересы сугубо России. Ну, вот тут вы еще знаете, если уж совсем так давать волю фантазии, можно было бы, конечно, еще выводить ограничения на ближайших членов семьи. Ну, да, возможно. Вот, потому что, ну, скажем так, плавали, знаем, да, многочисленные случаи, когда условный депутат зарабатывает 20 миллионов в год, а супруга 220. Вот, я тут, как бы, не говорю и не намекаю на то, что там все обязательно нажито нечестным, неправедным трудом, вот, но, скажем так, все равно такие факты дают повод для каких-то подозрений. Вот, опять же, у нас презумпция невиновности, я тут не буду кидаться обвинениями в кого бы то ни было, вот, ну, вот, понятно, это еще вопрос, тут уже сугубо юридической техники, вот, но, вот, если бы это только от меня зависело, еще бы можно было вводить ограничения на, по крайней мере, детей, супругов, родителей. На ближайших родственников. Да, на ближайших родственников. Дмитрий Ильин, политолог в нашей студии, давайте о процессе принятия уже этих поправок поговорим. Обсуждается, что будет это общероссийское голосование. В вашем понимании, как это будет? И почему такая спешка? Потому что многие эксперты, я знаю, уже говорят о том, что произойдет это в одно из воскресенья апреля. Два месяца, поскольку остается. Да, сначала говорила ли о мае, потом об апреле. Ну, даже не принципиально. Спешка действительно есть, вот. И, наверное, вот про спешку я тут, мне сложно что-то сказать. Однозначно, вот, могу предположить, что все эти поправки, они, скажем так, давались в комплексе, в послании президента с разнообразными социальными новациями, начинаниями, ну, или подтверждением уже имеющихся, как по мат-капиталу. То есть это то, что большинству граждан рядовых не могло не понравиться. Ну, по крайней мере, с точки зрения таких материальных, повседневных интересов. И вот, понятно, тут еще многое будет зависеть, как это будет реализовываться на практике, как это скажется на экономике. Ну, это, думаю, это отдельный разговор, тут экономистов еще надо звать. Вот. И вот такой эффект у нас, думаю, в общественном создании возник, да, что, о, ну, видимо, государство как-то в очередной раз, но все-таки решило повернуться лицом к обычному человеку. Надолго? Вопрос. Надолго ли? Вот. Ну, как говорится, куй железо пока горячо. Возможно, этим, что вот, что называется, миллионы россиян оценили, ну, скажем так, щедрость и такой социальный вектор послания президента. Ну, вот, соответственно, куй железо пока горячо. Как конкретно это будет происходить? Ну, опять же, чисто внешних, думаю, сторон это будет не сильно отличаться от референдума. Пусть он у нас был последний давно, собственно, тот самый 93-го года. Вот. Зачем это нужно? Ну, для принятия, думаю, дополнительной легитимности этим поправка. Да, потому что у нас вот идет, ну, назовем такое, официальное или полунеофициальное обсуждение этих поправок по регионам. Тот же господин Никонов, ну, приезжал в том числе на заседание комитета госсовета, ну, и, скажем так, с людьми пообщался. На эту тему. Вот. И... Дмитрий, давайте мы сделаем перерыв. Давайте. У нас сейчас реклама. Политолог Дмитрий Ильин в нашей студии. Мы продолжим с ним разговор после рекламы. Особое мнение на 101FM. Возвращаемся в студию. Особое мнение продолжаем. Политолог Дмитрий Ильин в нашей студии. Мы обсуждали в первой части программы поправки в Конституцию. Сейчас, Дмитрий, я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, как вы считаете, после того, как поправки будут приняты, грозит ли нам отставка или сложение полномочий, как это правильно назвать, депутатов Государственной Думы и, может быть, депутатов законодательных собраний, потому что эксперты некоторые уже говорят о том, что, вероятно, такие отставки могут последовать? Я думаю, тут 50 на 50, потому что, скажем так, действующий состав Государственной Думы, он был сформирован, был избран, но немного при других социально-политических реалиях. В принципе, у нас вот эта текущая современная эпоха, она началась где-то с 2014 года, с известных событий в Киеве, в Донбассе и в Крыму. Потом последующие санкции и так далее. Но все-таки ситуация 2020 года от ситуации 2016 года не радикальная, но кое-чем отличается. И, назовем так, досрочные выборы, даже неважно, как может быть юридически обставлен этот досрочный распуск законодательных и представительных органов, знаете, это всегда риск. Это всегда риск из разряда, знаете, 50 на 50. А риск для кого? Ну, назовем так, для власти, в том числе и для ведущей партии. Потому что Россия на современном этапе с таким не сталкивалась на федеральном уровне, то есть с 93-го года. Но опыт некоторых зарубежных государств говорит о том, что примерно 50 на 50. Известны случаи, когда опять же глава государства или правительство, ведущая партия, шли на досрочные выборы, на распуск парламента для того, чтобы, ну, скажем так, зафиксировать или максимизировать собственную поддержку. Что, условно говоря, через два года, когда по расписанию мы можем проиграть, а вот сейчас мы, скорее всего, выиграем. Вот. Вот. И исходы этих досрочных выборов, они бывали разные. Потому что где-то действительно период полномочий той или иной партии и правительства с большинством парламента они пролонгировались, а где-то, ну, скажем так, приходилось обжигаться. Вот. Ну, к примеру, вот большой товарищ, приятель Владимира Путина, Герхард Шрёдер так в своё время это погорел на досрочных выборах, уступив кресло федерального канцлера Германии Ангеле Меркель. Вот. Расчёт-то был как раз традиционный. Ну, а почему бы, например, на этих поправках, которые будут позитивно встречены населением, да, те же там помад капиталу, те же изменения в Конституцию по поводу запрета двойного гражданства, может быть, как раз это не только риск, но, например, это для них возможность получения ещё большего процента на выборах. Думаю, тут ключевой момент это то, насколько вот этот позитивный социально-психологический эффект от социальных новаций и программ, он продлится. Потому что, опять же... Может быть, этим обусловлена спешка? Возможно, что этим. Возможно, что этим, но всё равно в моих глазах, понимаете, опять же, нужно определённое время, чтобы граждане России это прочувствовали. То есть, грубо говоря, чтобы молодые родители успели получить деньги за первого ребёнка и вот трансформировать их в какие-то важные для себя вещи материального мира. Вот. Для себя, для ребёнка. Вот. А это по щелчку пальцев за месяц или два не делается. Вот. Поэтому вот тут, скажем так, я и называю так примерно 50 на 50. Да? Потому что, вроде бы, пока у нас, ну, назовём такая некая эйфория, что, о, круто, как много хорошо нам пообещали. Есть такое. Обещали. Вот. Но всё-таки, думаю, российское общество привыкло к тому, что ему, там, где-то, начиная с перестройки, много чего обещали. Много кто. Вот. Вот. И мы привыкли, к сожалению, что иногда за обещаниями не следует почти ничего, ну, или ничего. Вот. Иногда за обещаниями что-то действительно следовало. Вот. Позитивно. Вот. В конце концов, ну, тот же упомянутый мат-капитал, да? Президент сказал, президент сделал. Вот. И в том числе пролонгировалось уже несколько раз. Хорошо? Ну, думаю, хорошо. Вот. Так что, вот, вот, эту выгоду, этот эффект нужно ещё прочувствовать, а не просто, я думаю, на своей шкуре, извиняюсь за просторечие, вот, а не просто вот на эффекте таком эйфории, да? То есть за словами должны почувствовать дела, и эффект от этих благих дел со стороны государства должно успеть почувствовать население. К другой теме давайте перейдём. Тоже она федеральная. Новый министр связи России Максут Шадаев предложил открыть цифровые персональные данные россиян силовикам. Эту информацию назвучил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению коммуникации, связи, цифровая экономика, и согласно предложению Шадаева все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, к 2024 году смогут получить доступ к персональным данным россиян. Как я понимаю, это данные, государственные данные, это, наверное, те, которые содержатся на порталах госуслуг, это данные сотовых операторов, это банковские данные и данные интернет-сервисов. Сегодня, я напомню, чтобы получить какую-то банковскую информацию или получить возможность прослушивать телефон, нужно решение суда. Я так понимаю, что всё это будет с 2024 года, если будет реализовано, всё это будет уже делаться без решения суда. Вот не путь ли это к тотальной слежке, и зачем это вообще государству? Ну, я думаю, как раз потенциально для силовых органов такой облегчённый доступ к конфиденциальным данным, это определённое подспорье в работе, в том числе... О гражданам. Вот, противоречия. А подспорье в работе, в том числе, к примеру, по борьбе с коррупционными преступлениями. Вот. Ну, правда, допустим, если денежка уже коррупционно уплыва куда-то в район Швейцарии, Кипра, Леонтельских островов, вот, ну, там уже ничего не поможет. Вот. А часто так именно происходит. Вот. Поэтому, ну, скажем так, запросы силовых ведомств. Понятно, что тут не просто министр, так сказать, сказал какую-то отсебятину, вот, взяв её с потолка. Вот. Запросы можно понять. Но, с другой стороны, ну, мягко говоря, напрягает меня даже не как политолога, просто как гражданина России. Вот. Что... Ощущение того, что за тобой следят, оно не очень приятное. Вот. Ну, не скажу, что это какое-то повседневное, ежедневное ощущение. Да, вот смотрите, допустим, у нас по городам и весям России за последние 20 лет, допустим, появилось огромное количество камер видеонаблюдения. Везде. В супермаркетах, торговых центрах, на зданиях там каких-то госучреждений и так далее. Нет, ну, мы понимаем, что это обеспечение безопасности. Но здесь мы говорим о праве личной переписки, о праве на личную жизнь, о свободах человека. Вот. Ну, соответственно, подхожу к самому главному. Собственно, мы это мы с языка практически сняли, потому что у меня возникает большой вопрос, как это все великолепие, облегчающее жизнь правоохранительным органам, увязывается со второй главой Конституции, которую мы не меняем. Да, потому что это новая Конституция, референдум, Конституционное собрание. Вот. Вопрос очень большой. Вот. Давайте резюмируем. Это хорошо или плохо все-таки вот эти цифровые, открыть цифровые данные россиян, силовикам? Вот если резюмировать. Резюмируем и перейдем к другой теме, уже к региональной. Ну, так, если так заниматься такой, брать на вооружение такую традиционную шкалу социолога, вот, не поставлю галочку абсолютно плохо, скорее плохо. Я отношусь к этому негативно. Пять минут до конца эфира остается. Я предлагаю обсудить отставку Шульгина. Вчера городская дума официально приняла его отставку. С сегодняшнего дня исполняющий обязанности Геннадий Плехов. Основная претензия, которая к Шульгину была предъявлена, неудовлетворительная реализация нацпроектов. Но в моем понимании, когда Илья Вячеславович пришел сюда два с половиной года назад в администрацию, он же не только пришел сюда работать, он купил здесь дом, он перевез сюда семью. То есть было ощущение, что он здесь всерьез и надолго. Что пошло не так? Вот кроме того, что вот эти нацпроекты. Ну, думаю, нацпроекты это скорее повод, чем веская и основная причина. Вот. Что пошло не так? Думаю, тут ключевой вопрос, это вопрос связей и отношений. Вот. То есть, скажем так, откровенных конфликтов лишь у Ильи Шульгина с местными элитами, ну, такие ходят, чтобы вот прям скандалище, вот, или какие-то разборки публичные, там, допустим, на соседании Гордумы, вот, из разряда за гранью. Вот такого, конечно, не было, вот, но, как бы, чувствуется, что, ну, скажем так, взгляды Ильи Шульгина, а у него практически на все было свое видение, по транспорту, по внешнему виду, там, центра города, по коммуналке, по работе управляющей компанией и так далее, вот они где-то не всегда находили отклик и внутри самой администрации города, ну, да, ну, и чуть шире, как раз, в местных элитах. Вот, да, то есть, опять же, те же достаточно часто кадровые перестановки внутри администрации намекали на то, что, ну, вот, какой-то устойчивой командой единомышленников у Ильи Шульгина вокруг себя собрать не получилось. Да, то есть, так много резюмируя, видимо, опыт Ильи Шульгина показывает, что, наверное, в наших специфических условиях граноначальник, это не только хозяйственник, но и по-своему это некий такой дипломат, такой вот прямо византийский царедворец, который умеет устанавливать ровные или позитивные отношения с, если не со всеми, то с большинством элитных групп на этой территории. Вот, так что, думаю, это отношения, это связи и это наличие или отсутствие такой единой команды. Один в поле неволен. А если мы будем говорить про качество его работы и про взаимоотношения с подчиненными, потому что Роман Корнеев, телеведущий, он про отставку Шульгина высказался так. Знаете, какая самая главная проблема Ильи Вячеславовича? Он не страшный. Он пытается по-человечески договариваться с подведомственными структурами, но у него не получалось. Потом он начал пытаться пугать, разговаривать жестко, топать ногами и кричать, но это у него не получилось, потому что он не страшный. Хорошая оценка. Ну, скажем так, Илья Шульгин, он представитель немного другого, уже чуть более молодого поколения, чем наши предыдущие сити-менеджеры и градоначальники. Поэтому действительно немного другой подход к выстраиванию отношений начальник-подчинённая. Поэтому я с Ильёй Вячеславовичем практически не взаимодействовал. Бывало, я его даже в супермаркете встречал. Но что-то близкое к истине тут в этих словах можно увидеть. И по поводу вот этой жесткости, нежесткости, я бы не увидел тут какой-то восходящей линии, что он пришёл такой мягкий, добрый, пушистый, а потом вот начинает всё чаще и чаще бить кулаком по столу и орать на подчинённых. Я бы сказал, так это была такая синусоида. То есть так посмотреть, проанализировать данные за два года, там, ну, чуть больше, что где-то у него были какие-то ситуации, сюжеты, случаи, когда он проявлял себя как очень достаточно жёсткий и требовательный человек, когда-то эта жёсткость сходила на нет. Дмитрий, у нас минута до конца эфира. Я предлагаю прогнозировать, кто станет следующим главой администрации. Кто на эту должность наиболее подходящий, на ваш взгляд? И станет ли главой администрации Геннадий Плехов, который сейчас исполняющий обязанности? Ну, смотрите, тут отставка Шульгина застала нас, по сути дела, на половине срока полномочий Гордумы. Вот поэтому, ну, мне представляется, наиболее вероятным альтернативой, когда Плехов займёт его кресло на оставшееся там, ну, по сути, два с половиной года. А дважды в реку можно войти? Я напомню, что Геннадий Плехов был главой администрации 6 по 2009 год. А почему нет? Понимаете, если бы он просто... Ну, не просто войти, а войти эффективно тогда. Это вопрос даже не столько конкретной персоны, как показал тот же случай Лея Шульгина, сколько системы. На этом мы программу особое мнение завершаем. В студии в нашем был политолог Дмитрий Лин. Дмитрий, большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM